Радио даты, прядочные. Мы с премидаем в следующий день на заключенную срочную турниру. Радио даты спикеры подобрались через все отбирковые раунды до сего финального раунда. И без заявых зваликаний запрошуем до промовы первого спикера, премьер-министра, вас есть? Я сижу. Я сижу. Первое ползнание, полуни захищены. И Катерина Катерина будет показывать, когда у вас осталась одна хвилина, когда прошла одна хвилина. Я буду показывать этот час. Спасибо. Всем. Итак, для начала необходимо установить, что мы живем в современном мире, в 21 веке, когда уже многие элементарные достижения человечества, исследования и открытия были проведены когда-нибудь в прошлом. Например, о том, что земля вертится или о том, что она круглая. Это сейчас, в настоящее время не требует доказательств или вкладывания каких-либо ресурсов или времени для того, чтобы проводить исследования и открытия. Поэтому это раньше работало, например, в 15 веке или до нашей эры. Но сейчас не работают исследования с низким коэффициентом пользы. Поэтому изобретения с этим низким коэффициентом пользы не несут глобального значения в нашем современном мире. Первое, на что я хочу обратить внимание, это распыление потенциала ученых. То есть ученые направляют свои старания не туда, куда надо. Они начинают заниматься какой-то непонятной псевдонаучной деятельностью, тогда как они могли свои мозги направить в то русло, которое бы принесло действительно ощутимую пользу для нашего общества сделать его лучше. Также это преследование неправильных или неважных для общества на цели, которые снова-таки иногда не приносит никакой пользы, а иногда даже и вред. Следующее, это ресурсы. Основное, что тратится на любое исследование, на любое изобретение это время, это материалы и человеческий труд. Это основные ресурсы, которые использует человечество для своего развития в дальнейшем. А что из себя представляет время и человеческий труд? Это долгосрочный капитал, используя который рационально, мы сможем получить ощутимые бонусы, ощутимое развитие в будущем. К примеру, возьмем Украину за годы независимости, когда долгосрочный капитал не вкладывался в науку, не вкладывался в образование. Что мы имеем сейчас? Он не сработал. Поэтому мы сейчас живем таким образом, потому что, например, если взять для сравнения страны, которые еще с прошлого века инвестировали средства, время и умы в науку и в изобретение с высоким коэффициентом пользы, они сейчас живут на высоком уровне. Взять тот же Японию, которая после Второй мировой войны на деньги выплачиваемые США просто сделала невероятный прорыв в науке и сейчас она является лидером научных исследований и промышленной деятельности. Давайте рассмотрим варианты, что будет, если мы ученым позволим заниматься деятельностью, которая будет производить изобретение с высоким коэффициентом пользы и если мы это запретим. И я вам расскажу, почему запретить будет лучше. Итак, если мы разрешаем это, мы видим распыление ресурсов и времени, которое будет использоваться не так, как следует. Мы можем упустить важные моменты в развитии человечества, которые необходимо решать все секундно, все минутно. Это новые заболевания, новые проблемы, связанные в разных отраслях деятельности человека, которые необходимо решать именно с точки зрения исследований и нововведений. Мы не сможем их в нужное время заметить и исправить. Либо же произойдет научный прорыв намного позже, не тогда, когда следовало бы, ну то есть, например, сейчас. То есть, наука не будет поспевать за нужными человечества в настоящее время. Что из этого получаем? Это упадок медицины. То есть, мы не сможем развиваться с точки зрения медицины. Это будет сокращать, это будет ухудшать здоровье у большинства людей. Это будет, соответственно, сокращать продолжительность жизни. Будет уменьшаться уровень счастья населения, потому что они будут понимать, что современная наука не способна удовлетворить их желание быть здоровыми и иметь высокую продолжительность жизни. Также упадет промышленный потенциал, если мы не будем вкладывать в науку и в изобретения с высоким коэффициентом пользы. Что мы видим? Промышленность упала, люди перестают получать продукцию первой необходимости, либо продукция, которая облегчает жизнь. Снова таки это будет улучшать уровень счастья и уровень жизни людей. Потому что мы привыкли использовать в обычной жизни, в повседневной куче разных объектов, которые были изобретены благодаря науке. и мы сейчас не задумываемся даже о том, что они, о том, что это произошло именно благодаря науке. Но если это все начнет пропадать из нашей жизни или станет намного ниже качеством, вот тогда мы точно поймем, что это плохо и будем себя чувствовать несчастными. Упадок экологии. Да, если мы не будем вводить, изобретать новые системы по модернизации промышленности с точки зрения экологии, мы понимаем, что в дальнейшем будущем человечество просто будет погибать от различных загрязнений среды, от ухудшения экологической ситуации во всем мире, это будет снова таки влиять на продолжительность нашей жизни, на наше здоровье и на наше счастье. Кто хочет жить в городе, который загрязненный, в котором нельзя дышать, это будет упадок экономики. И, соответственно, это будет уменьшение потяжеспособности населения. Люди не смогут себе позволять те вещи, которые они раньше позволяли, и снова таки они себя будут плохо чувствовать. Мы не можем этого допустить, поэтому необходимо запретить работу над исследованиями с низким коэффициентом пользы. Что это за собой повлечет? Это рациональное использование всех видов капиталов. Это самореализация у ученых, это их рациональное использование их потенциала. Каждый из этих ученых будет чувствовать себя важным человеком, важным элементом общества, потому что он будет понимать, что его работа действительно вносит какую-то лепту в развитие человечества и в создание счастливых людей, и ему будет хорошо от этого, потому что он будет понимать, что он полезен. Это увеличение темпа развития научной деятельности и промышленной, и вообще человеческого прогресса в целом. это увеличение уровня медицины, увеличение уровня образования, это изобретение, облегчающие жизнь, также увеличение промышленного прогресса. Если у нас здоровье и образование на высоком уровне, мы долго живем, образование дает возможность нам быть уверенным в нашей дальнейшей жизни, и быть счастливым, потому что мы точно знаем, что мы найдем себя в мире, когда станем взрослыми. Поэтому мы считаем, что запретить работу над вынаходом с низким коэффициентом надо. и Дякую за промову наших лидеров из стороннего ряда. Запрошаем лидера оппозиции для подключения. Итак, здравствуйте, меня зовут Полина, я представляю первую позицию, и мы считаем, что, в принципе, бесполезные какие-то изобретения с наиским эффективным корыстностью должно все-таки происходить в современном мире с определенными целями. Во-первых, начнем с того, что создание какой-то вещи, оно нанесется с какой-то целью. То есть ученые с какой-то задумкой, с какой-то идеей начинают создавать эту вещь. Но не просто же потому, что вот рука потянулась, мы начали делать то или иное действие. Мы к чему-то приходим, чтобы сделать это действие. Для чего-то мы это делаем. Изначально рано судить о том, как это работает и вообще, как мы это будем использовать, потому что, ну, должно пройти, во-первых, время, чтобы мы смогли потом о чем-то судить, было полезно это изобретение, ну, сейчас. Или же все-таки, да, оно себя не оправдало, надо будет все-таки двигаться в другом направлении. То есть, первый наш аргумент будет базоваться на том, что мы не знаем, как оно может быть полезным в будущем. То есть, да, сейчас мы его создали, мы что-то имеем, некоторым оно может показаться неинтересным, бесполезным, но ведь в будущем, возможно, оно будет полезным. Давайте не будем исключать именно этот вариант тоже. То есть, мы будем, мы говорим о том, что даже если это изобретение, да, которое вот сейчас оно не нужно, хотя эволюция, оно же и какой-то прогресс, оно же захватывает и все эти изобретения, и мысли человека, и они могут быть, в принципе, полезны в будущем, его просто можно будет усовершенствовать, да. Оно сейчас не несет в себе какой-то прям мега крутой идеей, но, тем не менее, какой-то другой ученый, он посмотрит на это с другой стороны, например, ага, да, тот был прав, но я бы, наверное, что-то добавил. И таким образом что-то усовершенствует это изобретение, какие-то, то есть, изобретение будет таким образом являться каким-то накопителем разных идей, и таким образом оно может развиться реально крутую идею, реально крутую вещь, которая, в принципе, потом может изменить нашу жизнь. Например, давайте же вспомним того, ну, да Винчи, да, он изобрет первый летающий аппарат. Тогда это казалось, боже, да что это фантастика, она непригодна в нашей жизни, но сейчас мы все с вами летаем за границей, да, и что мы используем? Ту базовую модель, которую придумал этот ученый, хотя это казалось сначала неинтересным. То есть, время это действительно тот критерий, который не нужно отметать, и оно действительно может дать какие-то реально хорошие плоды. Также давайте посмотрим на матшую ячейку нашего общества. Вот мы показываем, да, есть какой-то шарик или просто, чем он нам может быть просто полезен? И что можно подумать, получается, с кейса правительства? Оно нам бесполезно, нет, давайте мы не будем, мы его сразу выкинем вообще. Зачем? Зачем тратить на это какие-то усилия? Таким образом мы можем, а мы утверждаем о том, что мы можем таким образом развить логику, развить какие-то способности, какую-то креативность ребенка, развивать какую-то логику. То есть, держи, вот тебе шарик, подумай, как его можно усовершенствовать, и это будет круто и для тебя, да, то есть, какие-то свои интересы ставишь.